Всем доброго дня! Это Гелиосар и Биология просто. Учебник Биология, 7 класс, за авторством Сухоруковой, Кунченко и Колесниковой. Параграф 19. Отдел покрытосеменные или цветковые. Вспомните, как происходит опыление и оплодотворение у цветковых растений. У цветковых растений для опыления и оплодотворения сначала должен появиться цветок. Причем цветок и женский, и мужской. И только после этого происходит уже само по себе оплодотворение. Для оплодотворения может использоваться как ветер, так и различные насекомые или даже птицы. Из чего образуется плод? Плод образуется из завязи, внутри которой уже и находится само по себе семя. Поэтому ничего странного нет, что семечки всегда находятся внутри плода. Яблоки, апельсины, груши, вишни, черешня. Семечка, косточка всегда находятся внутри, а внутри косточки находится само по себе семя. Покрытосеменные или цветковые растения определяют современный растительный облик земли и являются нашими кормильцами. Все хлебные злаки, овощи, плодовые деревья – это покрытосеменные растения. Отличительные признаки цветковых растений. У всех растений этого отдела есть цветок – видоизмененный укороченный побег, имеющий приспособление для опыления. В цветке после опыления происходит оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений двойное. В зародышевый мешок семя зачатка из одной пыльцевой трубки попадают два спермия. Один спермия сливается с яйцеклеткой, из зиготы развивается многоклеточный зародыш. Другой спермия сливается с центральной клеткой, которая делится и образует питательную ткань – эндосперм. В результате формируется семя, состоящее из зародыша, эндосперма и семенной кожуры. Семя зачатки, из которых развивается семя, всегда находится внутри завязи. Со временем завязь превращается в плод, защищающий семена от неблагоприятных воздействий. Отсюда второе название цветковых – покрытосеменные. По сравнению с говосеменными, цветковые имеют более совершенную проводящую систему и более разнообразные приспособления к опылению и распространению семян. В процессе эволюции в связи с освоением новых мест обитания, у покрытосеменных сформировались разные по форме и строению корни – стебли, листья. Вегетативное размножение позволяет выживать в неблагоприятных условиях и оставлять потомство. Все это способствовало широкому распространению цветковых растений на земле. Классификация покрытосеменных. Покрытосеменные подразделяют на два класса – однодольные и двудольные. В семени двудольных – две семядоли, а в семени однодольных – одна. Для растений класса двудольные характерны стержневая корневая система, сетчатое желкование листьев, число частей цветка, тычинок, пестиков, лепестков – кратно четырем или пяти. У однодольных – мочковатая корневая система, параллельное или дуговое желкование листьев – число частей цветка – кратно трем. Эти различия не являются обязательными, абсолютными, но лишь сумма признаков отличает однодольные растения от двудольных. Отдел покрытосеменные включает более 390 семейств, около 13 тысяч родов и не менее 240 тысяч видов, то есть столько же видов, сколько у других отделов растений вместе взятых. Причем, скорее всего, это еще не все открытые растения. Есть еще на земле места, где человек фактически не бывал и не знает, что там есть. На юге России растут деревья магнолий с крупными цветками. Они представители древнейших цветковых растений. У многих магнолиевых лепестки и тычинки в цветках расположены не кругами, а по спирали, как чешуйки в шишках говосеменных. Происхождение цветковых растений. Покрытосеменные растения появились еще в середине мезозойской эры, но достигли расцвета в кайнозои. Ботаники не пришли к единому мнению в вопросе о происхождении цветковых. Одни предполагают, что они эволюционировали от древних семенных папоротников. Другие связывают их происхождение с неизвестными вымершими говосеменными. Нет единого мнения и о месте возникновения цветковых растений. Большинство ученых считают их детьми тропического солнца, то есть то, что первые цветковые появились в тропических лесах. Первые цветковые, возможно, были деревьями, а затем появились кустарники и травы. Сначала многолетние, затем двулетние и однолетние. Современные цветковые занимают господствующее положение в растительном мире. Вопросы. В чем заключается эволюционное преимущество покрытосеменных над говосеменными? Во-первых, это гораздо более защищенное семя, которое покрыто толстым количеством плодов, то есть толстым запасом питательных веществ. И это сильно помогает. Дело в том, что животные съедают плод. В итоге семя оказывается в желудке, где не повреждается. Оно покрыто настолько плотной кожурой, что желудочный сок и кишечник не повреждают семечко. И животное, потом съев плод, уходит дальше. И через некоторое время семечко благополучно покидает это самое животное, оказываясь где-то достаточно далеко от растения, которое его породило. А самое главное, оно оказывается в очень благоприятных условиях. Потому что покидает семечко, естественно, животное в достаточно большом объеме экскрементов, которые являются очень питательной средой для бактерий и обеспечивают это самое семя большим количеством необходимых веществ для своего развития. Это сильно помогает развитию. Потом, разумеется, семя у покрытосеменных гораздо лучше защищено от самых разнообразных внешних погодных условий. По каким признакам отличают растения класса однодольные от растений класса двудольных? Очень просто. В семени двудольных две семядоли, а в семени однодольных всего лишь одна. Вот и все. Хотя, в принципе, есть и некоторые другие отличительные признаки. Потому что для двудольных характерны стержневая корневая система, сетчатое желкование, число частей цветка, тычинок, пестиков, кратно четырем или пяти. В свою очередь, у однодольных мочковатая корневая система, параллельное или дуговое желкование листьев, а число частей цветка кратно трем. Это не обязательные признаки, но, как правило, очень характерные, как для однодольных, так и для двудольных растений. Кто, предположительно, предок покрытосеменных? Точный предок совершенно неизвестен современным ученым. Но считается, что возникли эти самые покрытосеменные где-то на территории тропических лесов. И там есть разные мнения. То ли это были какие-то хвойные, то ли это были какие-то особого вида, вымершие сейчас уже, особые виды папоротников, которые попросту не дожили до нашего времени, полностью эволюционировав.